МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Бесплатных лекарств не будет. Почему Саров не получит федеральных денег на приобретение препаратов от COVID-19? Кресло, которое спасает жизни. Сотрудники ГИБДД провели акцию «Юный пассажир». Миллион рублей на высшее образование саровские школьники стали победителями конкурса «Большая перемена». Далее расскажем обо всем подробно. 5 миллиардов рублей дополнительно выделили регионам России из федерального бюджета на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19. Деньги должны пойти на покупку препаратов для тех, кто лечится на дому. Получать медикаменты больные будут бесплатно. Бюджет Нижегородской области пополнился на эти цели более чем на 120 миллионов рублей. Препараты будут доставлять с работниками территориальных поликлиник, в том числе с привлечением волонтеров, сказал Глеб Никитин. Однако, как выяснили наши корреспонденты, Сарова эта инициатива не коснется. Как нам пояснил представитель КБ-50, наша больница входит в структуру ФМБА, а деньги выделяют только по линии Министерства здравоохранения. Это две разные структуры, и средства на бесплатные лекарства нам не достанутся. Пока администрация Сарова и КБ-50 пытаются справиться своими силами. В ближайшее время муниципалитет сократит количество граждан, которые въезжают в Саров по трудовым пропускам. Такое решение, как пояснил и у главы администрации Сергей Лобанов, сильно осложнит выполнение задач по строительству, благоустройству и уборке города. Но эпидемическая ситуация настолько серьезная, что вынуждает сделать такие шаги. Кроме того, гражданам рекомендуют не выезжать за пределы города без крайней необходимости, а КПП пересекать только в маске. За последние сутки в России выявили 19 851 случаи заражения коронавирусом. Из них 414 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 126 человек, двое скончались. 11 ДТП с участием детей произошло в Сарове за этот год. В шести случаях малыши были пассажирами и не пострадали, потому что находились в специальных креслах. Удерживающее детское автоустройство – это не прихоть инспекторов ГИБДД, а гарантия безопасности маленьких пассажиров. Поэтому стражи дорог регулярно проводят профилактические акции и разъясняют водителям, как важно заботиться о тех, кто садится с ними в автомобиль. В Сарове службы лейтенант полиции Борисов. Проводится операция «Юный пассажир». Ребенок пристегнутый у вас? Во время профилактической акции «Юный пассажир» инспекторы проверяли то, как родители следят за безопасностью своих малышей в дороге и еще раз напоминали правила их перевозки в машине. Дети до 12-летнего возраста должны перевозиться с помощью детских удерживающих устройств. Если ребенок перевозится в возрасте до 7 лет, детское удерживающее устройство обязательно, как на переднем или на заднем сидении, на переднем сидении, только с использованием детского удерживающего устройства. Если ребенок старше 7 лет и до 19-летнего возраста, можно использовать какие-то иные средства, например, бустер, для того, чтобы ребенка пристегнуть стандартными ремнями безопасности. За время операции правоохранители составили 11 протоколов. В пяти случаях взрослые перевозили ребенка без детского кресла. В остальных не использовали ремни безопасности. Нарушителям грозит штраф до 3000 рублей. За такую сумму можно купить нормальное детское кресло. Для того, чтобы обеспечить безопасность своих детей и, соответственно, не попадать в такую ситуацию, когда водитель может быть оштрафован. Сотрудники госавтоинспекции призывают саровчан ответственнее относиться к поездкам с маленькими пассажирами. За этот год в нашем городе произошло 6 аварий с участием детей. Во всех случаях они были пристегнуты и обошлись без серьезных травм. В Нижегородской области стартовали конкурсы по выбору подрядных организаций, которые в 2021 году займутся благоустройством общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По словам губернатора, выбор подрядчиков до конца года позволит правильно рассчитать их возможности, даст время на закупку необходимых материалов. В итоге начать работу можно будет сразу, как только позволят погодные условия. В следующем году в регионе планируют благоустроить более 100 общественных пространств. На их реализацию с федерального, областного и местных бюджетов направят свыше 1 миллиарда рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Заседание Саровской городской думы, на котором выберут нового главу города, канал 16 покажет в прямом эфире. В своих официальных группах в социальных сетях и на канале в Ютубе. Трансляция начнется в четверг, 12 ноября в 10 часов. Подключайтесь. Перечень организаций, которые смогут получить субсидии на зарплату сотрудников и оплату услуг ЖКХ расширят. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На региональные меры поддержки смогут рассчитывать частные театры, концертные залы и театральные студии. Кроме того, продлен срок выплаты субсидий для предприятий туризма, а также гостиниц, санаториев, профилакториев, бас отдыха и сферы народных промыслов. Подать заявку на субсидию можно до 31 января 2021 года. Нижегородским школьникам и родителям предлагают выбрать формат обучения. Семейный, очно-заочный, заочный или самообразование. При этом ребенок может остаться в контингенте школы. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин на своей странице в Инстаграм. Чтобы перейти на одну из предложенных форм внешкольного образования, нужно побеседовать с директором и написать заявление. Заняться самообразованием могут только ученики старших классов или совершеннолетние. Культовую пьесу Бертольда Бректа «О цене добра и зла» в постановке Юрия Бутусова можно будет посмотреть в художественной галерее. 12 ноября в рамках проекта «Золотая маска в кино 2020» там покажут киноверсию спектакля «Добрый человек» и «Сизуана». Начало в 18 часов. Для зрителей старше 16 лет. Миллион рублей на высшее образование. Победители конкурса для школьников «Большая перемена» получат серьезные денежные гранты, которые смогут потратить на свое развитие и образование. В списке отличившихся на интеллектуальном состязании трое саровчан. О них наш следующий репортаж. Режим самоизоляции – не повод сидеть сложа руки. Так решили для себя саровские школьники и подали 28 марта заявку на самый масштабный конкурс для учеников 9-11 классов «Большая перемена». За победу боролось более миллиона ребят со всей России. Семь месяцев упорной работы и результат превзошел все ожидания. Трое саровчан стали победителями. Это неоценимый опыт в таком подростковом и юношеском возрасте. Я думаю, что это им даст большой задел на будущее. И самое главное, я думаю, что они могут теперь уже мотивировать других ребят, не бояться участвовать, во-первых, в подобных конкурсах, а во-вторых, понимать, что твои самые даже смелые мечты могут реализоваться. Арсений Волочко хочет связать свою жизнь с IT-технологиями. Поэтому проблем с выбором направления конкурса не возникло. Свои знания в области инженерии и науки он проверял в номинации «Создавай будущее». Виктория Гроздева планирует стать специалистом по связям с общественностью. Для участия она выбрала номинацию «Расскажи о главном», где представляла свое видение СМИ. Этот конкурс один из немногих, который я вообще видела, который делает акцент не на так называемые хард-скиллы, то есть профессиональные навыки, а на софт-скиллы. То есть уровень коммуникации, проектная деятельность, навыки проектной деятельности. И именно это я и развивала, усовершенствовала, так скажем, свои софт-скиллы. Екатерина Торопова не видит свою жизнь без творчества. Она занимается танцами, вокалом, а также окончила художественную школу. Ее выбор пал на номинацию «Твори». Помимо основного конкурса, девушка прошла кастинг на мюзикл «Большая перемена. Будущее начинается с тебя». Подготовка к нему проходила дистанционно. На сцене ребята встретились только за три дня до премьеры, которая состоялась 1 ноября на Артек-арене. Дети, финалисты, это же было для них все, чтобы они поняли такие важные вещи, как дружба, точнее, насколько важна дружба, насколько важно добиваться своих целей, находить выход из любой ситуации, даже из той, из которой, казалось бы, нет выхода. Главный приз конкурса «Большая перемена» – 1 миллион рублей для 11-классников и 200 тысяч рублей для ребят 9-х и 10-х классов. Его можно будет потратить на получение высшего образования, освоение иностранных языков, оплату творческих мастерских и спортивных секций, приобретение образовательных гаджетов и другие направления творческого развития. Почти каждая пятая женщина и каждый четвертый мужчина в России страдают ожирением. Такие данные привела глава Роспотребнадзора Анна Попова в октябре этого года. По ее словам, среднестатистический житель страны потребляет калории больше, чем тратит. Глава Роспотребнадзора подсчитала, что многие россияне злоупотребляют соли, превышая норму более чем в два раза – сахаром и жирами. На профилактику и лечение ожирения предложил направлять налоговые поступления от заведений фастфуда депутат Госдумы Борис Менделевич. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, согласны ли они с этой инициативой. Мнения «за» и «против» предложения депутата разделились поровну. 22% участников опроса остались равнодушными к этой идее. Поднять больше своего веса. Казалось бы, пауэрлифтинг – спорт совсем не женский, но в России весьма популярна именно среди представительниц прекрасного пола. И достижение сыровчанки Дианы Забелиной тому подтверждение. Диана – продолжательница династии, ее мама – чемпионка по пауэрлифтингу. Сама же Диана на днях взяла серебро в чемпионате Нижегородской области. При весе в 47 килограммов Диана Забелина поднимает 77. Тяжелые штанги девушку не пугают. Она пробовала себя в гимнастике и танцах, но выбор остановила на пауэрлифтинге. Сначала думала, вот попробую, просто интересно. А потом как-то так затянула. Росла тоже и чисто по ощущениям, потому что, ну не знаю, наверное, какой-то адреналин, который во время тренировок я ощущаю, прилив сил, и к тому же это разрядка. Заниматься пауэрлифтингом Диана начала в 16 лет. За полтора года тренировок девушка успела поучаствовать в нескольких соревнованиях. На последнем областном чемпионате спортсменка заняла второе место в своей весовой категории. Было трое человек среди нас. Одна была, она сейчас сделала результат КМС, но вот она заняла первое место. И другая девчонка, которая только начала заниматься, она сделала третий взрослый, по-моему. В пауэрлифтинге есть три базовых упражнения. Приседания со штангой, жим лёжа и становая тяга. Хрупкой девушке для того, чтобы успешно их выполнять и брать большой вес, нужно освоить правильную технику и развивать мышцы. Пример для Дианы – её тренера и мама. Чемпионка по пауэрлифтингу Елена Забелина. Я постоянно вижу её успехи. И, в общем, конечно, я желаю ей самого лучшего. И, ну, например, тренеру, которого я занимаюсь в Нижнем Новгороде, это Сергей Шупин. Пример для подражания. И тренер, с которым я занималась в Сарове, это Владимир Калиниченко. Он, ну, о его славе многим кому известно. Так что можно сказать, что они мои кумиры. Сейчас Диана готовится к очередным соревнованиям, которые пройдут в декабре. В следующем году девушка хочет добиться уровня КМС. 11 ноября весь мир отмечает День шопинга. Покупатели всегда ждут этот праздник с нетерпением, так как многие магазины в этот день предлагают акции и скидки. А вот в магазине «Планета одежды и обуви» низкие цены круглый год. Когда бы вы не отправились за покупками, ваш шопинг всегда будет выгодным. Синоптики уверяют, столбик термометра покажет минус уже на следующей неделе. Поэтому пора подумать, в чем встречать зиму. В магазине «Планета одежды и обуви» есть все, чтобы обезопасить себя от пронизывающего ветра и холода. И при этом выглядеть стильно. У нас есть и тунички, есть и платья, и костюмы, есть и трикотаж, есть и хэбэ, есть и шелковые, шифоновые блузки, допустим. Юбочки есть и удлиненные, и зимние, и короткие. Продавцы-консультанты нам всегда помогут разобраться с размерами и подсказать, кому что более подходит. Нужна зимняя куртка или шуба? Мягкий, легкий пуховик или дутая куртка? Пожалуйста. В ассортименте магазина «Планета одежды и обуви» представлены как классические варианты, так и созданные по последним модным тенденциям. Клетка во всех ее вариациях разукрасила поверхность утепленных пальто. Крупная и мелкая, реализованная в уютных шерстяных тканях. Мастхэв предстоящего холодного сезона. Маленьких непосед тоже есть чем порадовать. В магазине позаботились о том, чтобы ваш ребенок мог беззаботно играть в снегу, а вы не переживали, что он промокнет и замерзнет. Есть курточки зимние и осенние. Для зимы есть комбинезончики, большой ассортимент шапок, есть ботиночки, есть дутики, есть сапожки. Прислушиваемся к покупателям по просьбе, что они хотят видеть в нашем магазине, пытаемся и стараемся выполнить эту заявку. В мужском отделе тоже есть из чего выбрать. Стильные джемперы и кардиганы для офиса, теплые толстовки для уличного спорта самых разных оттенков. От стандартных черного и белого до бордового, фиолетового, синего. И, конечно, богатый ассортимент верхней одежды. Самой большой популярностью пользуется куртка «Аляска». Можно надеть и как для спорта, и как для офиса, скажем, под пижак. Удлиненные, хорошие кармашки, капюшон. А пушечки убираются, капюшон отстегивается. Легкая, но теплая. Размеры у нас начиная с 46-го и до 72-го. Хочу отметить, что великаны в продаже у нас тоже имеются. В магазине радует не только большой выбор, но и цены. Пару утепленных женских ботинок можно приобрести от 600 рублей. При этом качество будет не хуже, чем у дорогих аналогов. Мужские есть также спортивный стиль, есть классика, и есть войлочные сапожки для пожилого возраста, для гуляния. И есть дутики. Женские есть ботфорты, есть в коже сапоги, есть ботинки и кроссовки для прогулки. Вязаные шерстяные свитеры и юбки, теплые платья, брюки и кофты, и, конечно, аксессуары. Шапки, береты, шарфы и снуды, перчатки. Неудивительно, что никто не уходит отсюда без покупок. Новое пополнение зимнего ассортимента будет уже 9 ноября. Не пропустите. Магазин «Планета одежды и обуви», торговый центр «Куба», второй этаж. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин